Они приходят сюда раз в неделю. Приходят, чтобы напомнить о том, что творится у них на родине. Но сегодня особенный день. Их сборная играет за путевку на чемпионат мира по футболу. И они надеются на победу во всех смыслах, потому что, говоря о футболе, их мысли о другом. Мы здесь, чтобы напомнить людям, что война не окончена, и очень многим людям из Украины нужна помощь. Накануне матча город бурлил. Ведь Вэльс не участвовал в чемпионатах мира по футболу более 60 лет. И при всем сочувствии к жертвам агрессии победу отдавать не хотел никто. У стадиона скопились десятки ищущих лишний билетик. И минимум полиции. Потому что никаких конфликтов между фанатами не предвиделось. Наоборот, братания, солидарность, слова поддержки. Эта победа была бы огромным вдохновением для наших воинов. Для того, чтобы придать им сил и всем украинцам для борьбы. Борьбы, которая идет на фронте и в тылу. Люди помогают переселенцам из других областей Украины. Помогают отстраивать Украину. У нас очень много работы для того, чтобы страна наша была процветающей. Она процветающая. Конечно, это поддержка всех людей. Сказать, что мы все вместе, мы все держимся и будем держаться до конца. Сплоченность наций, сплоченность украинского народа. Не важно, на каком языке ты разговариваешь, в какой стране ты находишься, но сердцем ты всегда домский. И пока одни, те счастливчики, кому достался билет, пели под дождем гимн. Другие переживали в баре в центре города. Пытались угощать местных горилкой и собирали деньги для украинской армии. А когда стало окончательно ясно, что шансов не осталось, запели. Да, им не повезло. Но они бы не были сами собой, если бы не верили в себя и в свою страну. Пусть эти неудачи будут в игре, а в реальной жизни, чтобы была только победа. Шлю привет всем украинцам. Не расстраивайтесь, что сегодня мы не победили. Победа в наших сердцах. Мы, переселенцы в Кардифе, здесь болеем за нашу страну. Мы держим за вас кулаки и помогаем, чем можем. Тем временем на стадионе подводили итоги. Не знаю, что сказать. Простите, что мы не забили. Но мы делали все, что могли. Вы все знаете, что у нас идет война. У нас гибнут люди, дети, женщины. Вся наша инфраструктура. Нам наносят очень большой ущерб. Россияне. Что мы можем сказать? Наши ребята из вооруженных сил борются как могут. Главное, чтобы нас поддерживали все. Нашу страну. Украинской мечте на этот раз сбыться было не суждено. Во всяком случае, на футбольном поле. Теперь украинцы надеются, что им повезет в сражениях на других полях. Вот только борьба там идет без судей и без особых правил. Матч окончен. Следующий чемпионат мира через 4 года.